Видеоролик создан специально для сайта fb.ru Увидел, что соседи прикрепили к батарее бутылку. Теперь я делаю так же. Во время отопительного сезона воздух в квартирах становится довольно сухим. Влажность воздуха снижается до критического показателя порядка 20%. Это приводит к тому, что некоторые люди начинают испытывать проблемы с дыханием, много кашляют или даже задыхаются. Из-за сухости воздуха начинают страдать комнатные растения, которые привыкли к повышенной влажности. Особенно опасным может быть сухой воздух для детей. Все потому, что из-за вдыхания сухого воздуха слизистая оболочка теряет защитные свойства. Бактерии начинают поступать в организм в большом количестве, из-за чего малыши начинают часто болеть. Более того, сухой воздух может стать причиной общего обезвоживания организма. Если у вас нет возможности приобрести дорогостоящий увлажнитель воздуха, вы можете попробовать сделать его своими руками из самых простых предметов. Для изготовления увлажнителя воздуха вам потребуется пластиковая бутылка, скотч, марля, несколько полосок ткани и вода. Для начала вырежьте в пластиковой бутылке прямоугольное отверстие размером 5 на 10 сантиметров. Закрепите бутылку на трубе батареи с помощью полосок ткани. Сложите марлю в несколько слоев. Поместите часть марли в отверстие на бутылке, а оставшуюся часть оберните вокруг горячей трубы. Для того, чтобы самодельный увлажнитель воздуха начал работать, просто наполните его водой. Следите за тем, чтобы в бутылке вода была всегда. С помощью этого устройства вы даже можете регулировать влажность воздуха в помещении. Для этого достаточно просто поднимать или опускать бутылку относительно батареи. Такое устройство имеет несколько преимуществ. Оно очень дешевое, вы легко можете сделать его своими руками. А в случае необходимости буквально за 10 минут сможете заменить его на новый. Также вы можете сделать небольшой подарок в виде такого увлажнителя воздуха для своих соседей. А какие подобные интересные изобретения можете посоветовать вы? Поделитесь с нами в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова